МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По-прежнему всегда рады вашим звонкам. Телефон 202-11-22. Сегодня немножечко у нас будет такая интересная тема, но не скажу, что такой вот девешник, но тем не менее так уж получилось, что сегодня у нас эдакая литературная гостиная, литературное чтение. С большим удовольствием будем сегодня вам представлять тех людей, которые у нас за литературу в Самаре отвечают и которые пытаются своим творчеством, своими какими-то делами, добрыми проектами, какими-то интересными мероприятиями эту литературу в Самаре укрепить, привить и, в общем-то, вернуть не только людей в библиотеки, но и как-то вот, собственно, удивительный проект, когда приходили раньше, слушали выступления поэтов и писателей в уютных небольших кафе. Ну, в общем, вы поняли, какая сегодня тема, и, наверное, немножечко придется с вами в самом начале поиграть. У нас 2015 год объявлен годом литературы, и, коль уж мы всегда разыгрываем как раз какие-то для вас удивительные призы, то сегодня у нас для вас билеты на спектакль «Долгий рождественский обед». Это театр «Самарская площадь», очень интересный спектакль. Сейчас на экране появится логотип года литературы, и если кто первый узнает, чьи профили изображены здесь, на этом логотипе, звоните, получите пригласительные билеты 27 февраля, 18.30, театр «Самарская площадь», «Долгий рождественский обед». Звоните. Ну, а сейчас я с большим удовольствием представляю вам наших первых гостей. Это гости, и с нами здесь руководитель Центра чтения Самарской областной научной библиотеки Софья Сарамятникова. Здравствуйте, Софья. И скандально известная, как мы уже выяснили здесь за эфиром, ну, немножко эпатажная, очень красивая, автор книги «Сладкоголик» Галина Михайлова. Здравствуйте. Ну что, у нас год литературы, я уж не знаю, как вы отмечаете его в течение всего года, надеюсь, удивительными проектами, мероприятиями. Мы вот за эфиром выяснили, что не все знают, что на Самаре есть Софья Центр Чтения. И да, действительно, там не учат читать, не учат скорой чтению. Что это за проект, что это за центр? Ну, Центр Чтения реализован с 2008 года в рамках национальной программы поддержки развития чтения, которая существует в России с 2006 года. И занимается он развитием библиотек, развитием литературы, привлечением к современному литературному процессу, разработкой программ, методик и проектов, поддержкой чтения. То есть... И хочется, чтобы люди ходили в библиотеки, так как они ходили раньше. Хочется, чтобы они вообще читали. Для этого сейчас не совсем обязательно ходить в библиотеку. Можно и доступных каких-то источников легальных скачивать. Можно делиться книгами в рамках букроссинга. То есть в библиотеку, конечно, хорошо ходить, но сейчас это совершенно не обязательно. Нам важно, чтобы люди читали в принципе. И ходили, конечно, на презентации вот таких вот замечательных книг. Ну, о презентации мы поговорим чуть позже. Все-таки Центр Чтения. Вот я пришла в Центр Чтения. Он что мне может предложить? Вот я пришла, вот я хочу вот у вас побыть, посмотреть. Вы можете ознакомиться с нашими программой на весь год, потому что мы реализуем что-то в течение года. И, как вы раньше сказали, год литературы. На самом деле в библиотеке у нас в Центре Чтения любой год — это год литературы. И в этом году, конечно, мы ставим логотипы. Но у нас проекты по-прежнему такие же сильные, такие же популярные среди населения не только вот района в областной библиотеке, но и в соседних даже регионах. Ну, это как год семьи, нельзя. О семье думают только один год. Точно так же, как и литература. Нам, между прочим, позвонили знатоки литературы. Давайте выяснять, кто здесь. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Сергей, ну я вот хочу сначала у вас спросить, какие книги вы читаете и что из последнего прочитали? Ну вот я сейчас заканчиваю читать книгу «Великим муравьем» про Георгия Сарказа, грузинского военачальника, честитовника. Ух ты! Антоновский. Интересно. Ну и как вы к этому пришли? Просто так взяли почитать? Или все-таки интересуетесь исторической какой-то тематикой? Ну да, я люблю историческую литературу. Так, но когда вы последний раз были в библиотеке? Ну давно я был в библиотеке. А книжки-то все сдали? Неплохая твоя библиотека, Том. А есть ли у вас какая-нибудь такая печать, что это ваша книга? Нет. Надо завести, чтобы уж было все по-серьезному. Ну давайте мы сейчас взглянем на экран, да, и узнаем, кого же вы здесь угадали, чьи профили. Я полагаю, что это профили Пушкина, Горголь и Блока. Ага. Ну нет, не совсем. Неполный ответ. Неполный. Почти, но неполный. Друзья, у вас есть еще попытка нам позвонить в студию 202, 1122, чьи же профили здесь изображены? Блока, вот я точно не ожидала, что вы назовете. Но, друзья, дерзайте, пытайтесь. Есть попытка получить пригласительный на спектакль долгий рождественский обед, Театр Самарская площадь. С нами здесь скандально известная писательница. Как всегда, это приятно, когда представляют. Галина, ну творчество ведь не просто так в один день родилось. С чего все начиналось? Какие-то были стихи, я не знаю, заметки куда-то, статейки какие-то. Вот как это все развивалось? Ну да, еще учащись в школе, я начала журналистики, писала статьи для наших новокуйбышевских изданий. Это журнал «Фишка», также работал на радио. Ну, в принципе, страсть была к тому, чтобы что-то написать. И долгое время я писала в стол, потому что я не знала о том, что у нас есть союз писателей, о том, что у нас есть какая-то поддержка людей, которые что-то издают или создают, да, и они могут издать это. Вот. И в конце прошлого года я познакомилась с союзом писателей, в том числе с Софьей Сарамятниковой, с Денисом Домаревым, который является там председателем молодежного отделения. И все как-то закрутилось. И, в принципе, сейчас я уже знаю о том, что очень много чемпионатов для школьников проводится. Да, всякие творческие встречи, мастер-классы в том числе. Да, поэтому я думаю, что нужно широко это анонсировать, чтобы люди, возможно, которые точно так же, как и я, пишут куда-то в стол, могли развиться и что-то издать. У нас есть, кстати, звонок. Все-таки кто-то пытливый, я надеюсь, сейчас отгадает. Тоже изображен у нас на логотипе замечательного года литературы. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Наталья. Наталья, очень приятно. Наталья, вы любите читать? Люблю. Ну, вот что из последнего прочитали, расскажите нам. Гугли, мне придут, что перечитают, школьную программу. Ага, то есть то, что порой читалось в кратком содержании, да, перед какими-нибудь уроками литературы. Да, да. Понятно, это очень похвально. Я вот недавно закончила всего Достоевского тоже, знаете, так чувствую теперь, что во мне больше знаний. Ну, так давайте еще раз посмотрим на экран логотип года литературы в России. Кто же у нас здесь изображен? Пушкин, Гоголь и Ефимов. Да ладно, вы что, серьезно? Нет, это неправильный ответ. Друзья, звоните. Я не думала, что этот вопрос, мне кажется, достаточно простой и поставит многих наших зрителей в тупик. Девочки, ну вы-то знаете, но не подсказывайте. Друзья, звоните. 202-11-22. Кто же изображен на логотипе года литературы в России? Как так случилось, что вот лежит перед нами такая замечательная, сейчас мы повернем нашим зрителям, покажем, книга «Сладкоголик». Да. Да. Как так случилось? Короткая сестра Тала. Так случилось, что, в принципе, я написала до этой книги уже, ну, достаточно много романов. Но вот эту книгу мы представляем особым образом, то есть мы планируем сделать презентацию, на которой будет битва кулинаров. Сладости — это то, что, в общем-то, помогает нам всем, наверное, преодолеть жизненные неурядицы. Точно так же, как и героини этого произведения. Это роман? Да. Это про любовь? Про дружбу, про любовь, про отношения и про взаимоотношения со сладкой. И про сладости, я так понимаю. Да. Сладости лейтмотивом, конечно, проходят здесь через всю книгу. И даже весьма, может быть, неожиданным образом, то есть там есть такой трагичный некоторый момент, связанный со сладкой. Спойлеры, спойлеры, так. Ну как это писалось с себя? Это писалось о себе, для себя, для кого, как? Скажем так, это собирательный образ, однозначно он взят не с меня, скорее я больше начинаю копировать своих персонажей после того, как уже создам их. И это, конечно, большая ошибка, то, что люди олицетворяют моих персонажей со мной. У меня даже муж, когда прочитал, пришел домой. Один мой роман прочитал, звонит мне и говорит, ах ты, и дальше непечатная лексика, да. То есть, ну, как бы он думает, что я пишу себя. Понятно. Вот как таких молодых, скандально известных поддерживают ваши проекты, какие-то такие интересные? На самом деле, перед презентацией любого произведения мы, конечно же, оцениваем литературную ценность. Мы оценили эту книгу. Она действительно представляет ценность художественную и достаточно просто, легко читается. Действительно, о дружбе, о любви. И такая она приятная, яркая. Да и как и сам автор, в общем. Мы решили привлечь внимание к этой книге через яркую презентацию 13-го, пятница 13-го, 13-го марта. Пятница, да еще и 13-го, да еще и не, да. Кстати, героиня очень не любит приметы, такие плохие. И она готова посыпать голову пеплом, она готова бежать за кошкой сквозь кусты, возвращать ее на место, потому что она перешла ей дорогу. Но мы, в общем-то, в плохие приметы не верим, поэтому мы пятницу 13-го. Ну, я вот просила Галина нам зачитать что-нибудь из любимого, из книги. Пока берите, ищите любимый фрагмент. Я все же обращаюсь к нашим зрителям. Друзья, ну как так? Как вы не можете угадать, кто же изображен на логотипе года литературы в России? Звоните нам! 202-11-22. Ну, стыдно, стыдно не знать этот светлый профиль, над чьими стихами. Может быть, ни одна барышня плакала в свое время, да и сейчас тоже. Звоните 202-11-22. Ну что, у нас тут как модно в Москве, я надеюсь, тоже к нам это придет, когда авторы читают свои произведения, вот именно в приятной какой-то компании. У нас приятная компания. Галина, ну что, зачитываем. Мне нравится 19-й век, когда вставал писатель и зачитывал полностью свое произведение, а маленькие дети и члены семьи сидели и слушали. Его не один человек. Палят. Ну, я зачитаю вам начало, потому что, в принципе, я не знаю, какой кусок выбрать для того, чтобы он отразил все. А все мы не можем прочитать по определенным причинам. Поэтому я зачитаю вам самое-самое начало. Даша, это радиодиджей. Всем привет! На волнах радиодиджей с вами я, Даша Пшеничкина. И, как всегда, со мной в студии Борис Гнедой. Весело и задорно я начала программу. В эфире утреннее шоу на коне подхватил Борис, подмигивая мне сонным глазом. В московское время 6 утра. Всем, кто уже проснулся, а может быть, уже готовит завтрак, желаем приятного утра и отличного дня. Потанцуем, друзья? Я поставила твист и гейн и заерзала в кресле в такт первым аккордом. Борька рассмеялся, показывая мне два больших пальца. Откровенно говоря, в 6 часов утра изображать брыжущий через край оптимизм крайне сложно. Мы уже 4 года ведем эту программу, но, кажется, ни я, ни он так и не привыкли к образу жизни жаворонков. Ну что ж, интригующе. Мне, как человеку, который 10 лет практически провел в кресле диджей, я думаю, тоже будет интересно это почитать. А у нас все-таки есть звонок. Я надеюсь, все-таки мы сейчас расквитаемся с этим вопросом, друзья. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте еще раз. Это Смолк и Сергей. Мы с вами сегодня уже пообщались. Так, Сергей, я так понимаю, вы прям упертый человек такой, не сдаетесь. Да, но я сообразил, что литературой занимаются не только мужчины, но и женщины. Ну, наконец-то. Так. Поэтому это про Филиппурский, но Гоголь и Анна Акмасова. Конечно, наконец-то. Наконец-то мы разгадали эту картинку. Ну, по заслугам, билет на спектакль «Долгий рождественский обед» вам достается. Идите, развейтесь, хорошо проведите время 27 февраля. Ну, а что же касается презентации, да, которая будет? Кто этим занимается? Что все-таки там для человека, кто придет к вам все-таки на это мероприятие, будет интересного? Ну, занимается этим центр чтения. По традиции, как и практически любой презентации в библиотеке, не только в библиотеке, форма, чем привыкаться, необычной формой будет кулинарный поединок, будет живая музыка и такое неформальное общение, в том числе и с автором. Но самое интересное, наверное, то, что это будет происходить в совершенно новом пространстве библиотеки, это наш буфет, который выглядит теперь, наверное, покруче, чем многие антикафе. Ох уж этот буфет! Сколько кофе в нем было выпито, сколько сосисок в тесте съедено. Да, совершенно новое пространство. Сейчас ремонт там произошел. Произошел, да, все достаточно ярко, в цвет обложки, можно сказать, этой книги. То есть все будет сочетаться друг с другом очень хорошо. Ну вот хотела спросить, Центр чтения, допустим, какие еще мероприятия в ближайшее время вы будете проводить, потому что год литературы только начался? Ну, начался он у нас уже вовсю, на самом деле. Не первый год, я так понимаю. У нас стартовал один из самых наших главных проектов. Это седьмой межрегиональный литературный турнир. И уже стартовали площадки отборочного тура в Уфе, скоро в Пензе, в Каменск-Уральском и в Марте. Три отборочные площадки литературного турнира для поэтов от 14 до 27 лет будут проходить в Самаре. То есть нужно следить за новостями, потому что это событие раз в год проходит. И грант на издание книги стихов, наверное, хочет получить каждый поэт. Слушайте, ну да, это... Поэтому следите за новостями. Хороший подарок для себя, любимого. Да и для других, в общем. Но это же не одна книга-то будет, а тираж, я так понимаю. Тираж, 300 экземпляров. Всем друзьям, знакомым, хватит создать, да еще и продать по спекулятивной цене, чтобы уже оправдать какое-то свое творчество. Так, турнир. Еще что-то? Да, турнир. Ну, мы готовимся к Библионочи, конечно же, которая состоится в этом году 24 апреля. Что такое Библионочь? Библионочь – это всероссийская акция по продвижению чтения, когда библиотеки работают допоздна. Допустим, не всю ночь они работают, но до позднего времени. И проходят очень интересные массовые мероприятия, разные, самые разные. То есть на любой вкус. От детей до пожилых людей. Это не вот там беготня по библиотеке с фонариками. И в том числе и беготня. В том числе. Если кому-то интересны квесты по библиотеке, ну, все связано, на самом деле, с книгами, с литературой. Это же не спортзал, не фитнес-клуб. Поэтому все связано, на самом деле, с чтением. Очень интересно. То есть будут битвы, будут мастер-классы, поэтические битвы в том числе. Очень интересно. 24 апреля. Почти скоро уже. Ну, я всем сегодня гостям задаю, нашим зрителям вопрос. А вы-то что читаете сейчас? Что прочитали? Галина, что вы? Ну, конечно, 50 оттенков серого. Да, ладно. Серого. Вот так. Малинового, бордового. А если все-таки посерьезнее какая-то литература? Вы что-то классическое читаете? Ну, да. Современное? Читаю. Классическое, современное. Сейчас... Меня всегда повергает в шок этот вопрос, потому что я сразу начинаю думать, что же я читаю, что же я читаю. Журнал у меня лежал там. Сейчас, поскольку мы начали так плотненько взаимодействовать с Союзом писателей, я очень много читаю самарских авторов, потому что мне их присылают и просят какое-то узнать мнение, да, или проходят литературные встречи, где происходит разбор произведений, то есть, соответственно, молодым авторам нужно, ну, может быть, указать на какие-то ошибки или подсказать, в каком направлении развиваться. Вот. Поэтому из последнего, то, что я читала сегодня до двух часов ночи, это были самарские наши писатели. Вот. А вообще у меня очень разносторонние такие интересы, то есть мне попадается книга, и я начинаю ее читать. Это может быть психология, это может быть классика. Я тоже недавно перечитала «Мастер Маргариту», перечитывала «Гоголя». Ну, то есть, вот как-то да. Очень-очень-очень разнотранно. Софи, есть что-то из последнего, чем хочется похвалиться? Ну, я перечитываю все время Чехова. Сейчас читаю, перечитываю опять же Чехова. Я Бунина периодически перечитываю. Да, тоже отлично. К весне очень хорошо идет Бунин, «Митина любовь». Чапаеву и пустоту сейчас перечитываю. На самом деле, вот то, что сейчас читают швейцарских авторов, потому что 27 числа у нас состоится в литературное путешествие в Швейцарию. То есть, для тех, кто хочет ознакомиться с писателями Швейцарии, 27 числа в библиотеке будет такое мероприятие. У нас просто каждый месяц какое-то литературное путешествие. В этот раз в Швейцарии? Да. Ну, здорово. Но вообще люди читают сейчас? Вот есть какая-то статистика? Стали ли они больше читать? Что они читают? К сожалению, по сравнению с 2003 годом, количество людей, которые не прочитали ни одной книги за год, увеличилось на почти 14%. Это очень много. Это очень много. Очень печально. Мы проводили небольшое свое исследование, опросили около 350 человек. Они читают 4-5 книг в год. Вот. То есть, показатели в нашем районе, они лучше. Но все равно читаемость немножко снизилась, но мы делаем все возможное. Ну, это очень похвально, друзья мои. Центр чтения приглашает вас, как раз-таки, друзья, не только на презентацию книги «Слодкоголик» в пятницу 13-го во сколько? В 6 часов вечера. В 6 часов вечера можно после работы зайти. Там как раз и кулинарный поединок, и живая музыка. Ну и просто прийти, в конце концов, уже начать читать и начать прививать чтение своих детей и, может быть, даже что-то открыть для себя новое, в том числе самарских авторов. Вроде все сказали, да? Обо всем рассказали, все сказали. Спасибо вам большое, девушки. Удачной презентации. Сладкой жизни, в конце концов. Ну, а у нас впереди поэты из проекта Poetry Collection. О чем они нам расскажут? О каком своем мероприятии, о каком вечере, вообще о своей деятельности? Мы узнаем уже совсем скоро. Но пока мы обратились к гражданам на улицах города с вопросом, какие книги вы читаете? И разные ответы получили. Сейчас по работе читаю книжку. Да я никакие не читаю. Сейчас глаза уже неплохо видят. Все. Ну, сейчас уже не читаю. Читаю много. Сейчас что-то я не стала читать. Глазки плохо работают, поэтому сейчас меньше читаю. Дина Рубин, Пушкин, Чехов, Станинский. Классик. Сейчас сложно мне читать, конечно, но сейчас больше по детям читаю, поэтому, а так исторические. По турбизнесу. Хорошие. В смысле классику. Да. Больше. Чехов очень люблю. Ну, в общем, вот наших таких классиков. Зарубежных мало читаю. Ой, достаточно большое количество. Чаще всего форумных авторов. Ну, фантастику. Книги? Фантастику. В данный момент? Понятно. Пока сейчас ничего не читаю. Я вижу. Ой, не знаю. Уже, как говорится, все в компьютере. Вот. Электронные, скорее всего. Что это? Не знаю. Где-то далеко в шахтах сорвалась патьяна. Где-нибудь далеко, где-нибудь очень-очень далеко. А может, птица какая? Вроде цапы. Или филин. Неприятно почему-то. В 2015 году этому театру исполняется 20 лет. Безусловно, за прошедшие годы случались и расчарования. Однако творческих удач и побед было все-таки больше. А буквально на днях коллектив вернулся черной победой, которую он добился на престижном театральном фестивале. О том, где он проходил, чем театр был там награжден, а также о только что состоявшейся премьере и о других предстоящих событиях юбилейного года в эксклюзивной беседе расскажут представители Самарского муниципального театра для всей семьи «Витражи», его директор и актриса Алла Набокова, а также ведущий актер театра Дмитрий Давыдов. Смотрите программу «Город С» в пятницу, 27 февраля, 19.30. Ну что, наши литературные чтения в нашей гостиной и литературные тоже продолжаются. Друзья, телефон прямого эфира 202-11-22. Расскажите нам, какую книгу вы читаете, может быть, что-то нам порекомендуете прочитать. Ну а мы продолжаем не только общаться, но и играть. И в этот раз у нас билеты в кино. В киномечту на двоих вас приглашает этот мультиплекс. И кадр из одного известного фильма по очень одному известному произведению сейчас появится на экране. Если вы узнаете, что это за фильм, звоните нам, 202-11-22, билеты в кино у вас окажутся на руках. Ну а мы говорили о том, что у нас не только писатели есть, но и поэта в нашем городе. И удивительный проект «Под реколекшн». Очень много ребят у нас уже здесь гостило в студии. Но сегодня у нас новые свежие лица. Давайте знакомиться. С нами здесь организатор проекта «Под реколекшн Самара» Ксения Куляскина. Здравствуйте. И участница проекта «Под реколекшн Самара» Полина Ерыгина. Здравствуйте. Ну, чем поэты-то живут в Самаре у нас? Писатели пишут книги. Поэты, так понимаю, тоже так зря времени не теряют. Поэты тоже зря времени не теряют. Поэты пишут стихи. Причем в основном это молодые поэты, да, то есть в нашем проекте. Но, тем не менее, мы не ограничиваемся. То есть если будут желающие, если нам понравится, если человек хочет поделиться, да, тем, что он пишет, мы готовы принять в любого возраста, да, поэтов от мала до велика. Вот, так что молодые ребята у нас пишут стихи, они их читают, да, когда человеку хочется поделиться своими эмоциями, высказать то, что он думает, да, не просто в словарной форме, а именно в стихотворной. Вот, мне кажется, это очень здорово, потому что молодые очень часто подмечают какие-то сравнения, какие-то метафоры дают такие, да, что взрослые не всегда. Да еще новые слова изобретают при этом. Да. Геологизм так называемый. Ну, язык развивается, язык не стоит на месте, поэтому кто-то относится к этому плохо, да, говорит то, что нельзя коверкать слова. Возможно, в дальнейшем эти слова войдут в наш обычный обиход, поэтому нельзя так критично относиться. Ну, что собой представляет сейчас проект Poetry Collection? Проект Poetry Collection представляет из себя мероприятие, да, то есть с периодичностью, там, раз в пару месяцев, два-три месяца мы проводим, так сказать, отчетный концерт, да, проведенный. Что написано за это время, так я понимаю. Да, о нашей работе. Обычно вечера тематические, то есть конкретно ближайший вечер, который придет 27-го числа, он называется стихией камер мотор, то есть мы взяли кинематограф, да, рассмотрели там современные фильмы, несовременные фильмы, взяли актеров, обсудили с ребятами их биографии и вот выбрали такую тематику, да, следующий вечер. И что это будет? Стихотворение, посвященное Скарлетт Йоханссон? Возможно, возможно, приходите, все увидите. То есть вообще ребята брали актеров, которые им нравятся, и писали стихи. Кто-то писал по их биографии, кто-то писал просто об эмоциях, да, которые испытывает, глядя на этого актера. Я раньше в детстве писала, по-моему, про Леонардо Ди Каприо, стихотворение, когда я училась в школе. Надо прийти к вам зачитать. Да, давайте, пожалуйста. Помните, у нас звонок есть с девушкой, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Лариса. Лариса, очень приятно. Лариса, что читаете и читаете ли вообще? Я читаю, да, эта привычка уже давно сформировалась. И вообще я филолог по образованию. То есть мне стыдно было быть. Стыдно не читать. А что вы прочли, если не секрет, из последнего? Читаю с большим удовольствием Дина Убина, то есть уже последние вышли. Современных авторов. В логии русская канарейка прочитала, с большим удовольствием. Читаю Маканина, Владимира Маканина, он и она. Елена Катишонок, жили старик со старухой. Читаю книги также по психологии. Это, наверное, такая уже привычка читать, которая такая вот уже у филологов сформировалась. И это очень хорошая привычка. Спасибо. Не относящаяся к вредным ни в коем случае. Ну так узнали ли вы фильм, который мы загадали на нашем сегодняшнем киновопросе? Ну мне показалось, что это Матери Маргариты. Так. Потому что, ну, этой версии я, возможно, не видела. Это 67-й год, если я не ошибаюсь. Друзья, ну, правильный ответ, да, действительно. А что за персонаж-то? Можете нам... Там был колодец с бегемотом, если я не ошибаюсь. Конечно, конечно, все правильно. Билеты в кино ваши, идите с кем-нибудь вдвоем, хорошо проводите время. Спасибо большое. Ну вот я хотела у Полины, как у поэтессы, да, молодой, подающей надежды, вот к этому вечеру уже что взято за основу? Кому будут посвящены ваши произведения? К моему огромному сожалению, я заболела, и мне не удалось присутствовать на ряде репетиций. Было бы честнее перед зрителем отказаться, потому что некачественный продукт показывать, это очень плохо. Но изначально я выбирала Людмилу Гурченко. Мне кажется, это прекрасная актриса, разноплановая, это человек-праздник. Она была бы, думаю, в тему, учитывая, что... Ну, в общем-то, рамки мы ставили где-то 20-й век, актеры. Современные, такие вот уж очень популярные, я так понимаю, не попали в обойму? Ну, я думаю, они еще не успели. Не заслужили. Ну, как бы стать неким символом эпохи. Ну, а вот если говорить о вашем каком-то творчестве, да, это что, я не знаю, какая лирика больше? Про любовь-то все пишут. Знаете, это больше что-то философское, конечно, и если говорить о том, что вообще творчество, то мне вспоминаются слова Евгения Петровича Чепурных на фестивале имени Онищенко в Всероссийском. Мы с ним общались, и он говорил, что он и его друг Михаил Онищенко делились всегда на два плана. Михаил смотрел на мир и описывал его, а Евгений Петрович пытался вместить все это в себя и как-то синтезировать. Я поймала себя на мысли, что я делаю то же самое. Я пытаюсь побольше вокруг себя вместить, поглотить, и уже потом какое-то новое произведение выдать. А вы нам прочтете что-нибудь сегодня? Мне очень стыдно, я боюсь, что это будет не очень красиво звучать. Ага, понятно. Приглашаю всех в группу ВКонтакте, Полины Герыгиной стихи, там есть и аудиозаписи, поэтому кому интересно, заходите. Ну кто эти молодые авторы-поэты, которые вот общаются, вращаются в этом круге? Кто эти люди? Это так называемая творческая интеллигенция? Это совершенно разные ребята. Для всех это скорее как вторая профессия, вторая жизнь. Это хобби, да, писать? Да, как хобби. Ребята очень разные. Есть у нас и врачи, и инженеры, и программисты. И ребята просто для них это да, для них это просто хобби. Но тем не менее они посвящают этому немалую часть своего времени и относятся к этому не спустя рукава, да, то есть они серьезно к этому подходят. И мы стараемся, да, чтобы ребята тоже подходили к этому серьезно, потому что мы хотим развивать наш проект, да, в дальнейшем. К сожалению, у нас был небольшой перерыв вот до этого мероприятия, но я думаю, что мы пойдем в гору, тем более такой год, год литературы, мы просто обязаны взять на себя эту задачу и развивать проект дальше. Вот, так что первый будет 27 числа. Ну что там конкретно будет? Вот все те, кто придет 27-го в Чайковский, что они там увидят? Что они смогут узнать? Они увидят выступления молодых поэтов. Также у нас будут приглашенные гости, музыканты, играть на различных инструментах. И, ну, в основном это, конечно, стихи, да, то есть от главной темы мы не отклоняемся. Это молодые поэты, которые читают свои произведения, также произведения классиков, да, мы всегда стараемся брать классическую литературу, классических поэтов, чтобы люди приобщались, да, чтобы людям было знакомо, они слышали что-то знакомое, и им это нравилось. Собственно говоря, наверное, и все. Ну, наверное, стоит добавить, что каждое выступление – это целая маленькая жизнь, это хорошо с максимумом уважения сил сделанный номер, то есть разные задумки, изюминки, я думаю… Музыкальное формление какое-то, наверное, да, кто-то любит под музыку читать. То есть это не просто сухое чтение, хотя еще классику прочтения одного человека на сцене без музыки никто не отменял, но разбавить это чем-то насыщенным, интересным тоже очень здорово. А публика, которая собирается там, не бывает так, что человек вышел, прочитал, а тут, ну, не помидоры полетели, но что-то как-то вот… И потом человек замыкается и вообще не приходит. Вот как с этим бороться вообще? Есть ли смысл? Мне не приходят на ум такие моменты, мне кажется, если у кого-то что-то не задалось, то публика очень мягкая, она лучше скажет свое мнение, да и зачем замыкаться? Можно все выслушать, но сделать из этого определенный вывод. И пробовать, пробовать дальше. Стремиться. Нет предела совершенства, конечно, всегда есть куда идти дальше. Ну, а вот, допустим, человек, который смотрит нас сейчас, он пишет стихи, да, чем-то там занимается, увлекается, и вот что ему нужно сделать, чтобы попасть к вам? Ваше общество, сообщество, ваш проект? Нужно обратиться ко мне или к другим организаторам, допустим, на страничке ВКонтакте. Обычно присылают тексты, да, очень много присылается текстов, организаторы всех их просматривают, если нравится, да, или что-то цепляет, да, возможно, есть какие-то неровности в текстах, но цепляет, да, чувствуется, что в человеке что-то есть, что он хочет что-то интересное нам рассказать. Мы всегда приглашаем, уже общаемся лично, слушаем, и если как бы всех все устраивает, мы работаем с человеком дальше, то есть у нас проходит трепет. У меня вопрос прямо, подождите, я перебью, но вот как вас выбрали тем самым советом, который вершит эти судьбы, нравится или не нравится? Вам самим там нет 30, пороха не нюхали, откуда вот такой уверенный, что вы можете судить чьи-то стихи? Мы не судим, то есть у нас, мы не говорим, что вот ты делаешь неправильно, ты делаешь правильно, мы просто на эмоциональном уровне, то есть нравится нам и это или не нравится. Также у нас ребята, организаторы, они не просто, да, также пришли с улицы, это ребята, которые участвовали в разных конкурсах и всероссийских. Заслуженные. Да, да, всероссийских конкурсах, также являются членами Союза писателей, да, нашего Самарского, поэтому никого мы не критикуем. Да, да, то есть мы никого не критикуем, мы не говорим правильно-неправильно, вот, просто когда есть что-то интересное, мы всегда это берем, всегда нам самим тоже это интересно взять к себе такого человека. А можно ли научиться писать стихи? Только технически. Ну как это технически писать стихи? Рифмовать? Ну как... Любовь Маркович? Студент-филолог, могу сказать, что технически, да, можно продумать рифмы, стопы, строфы, размер, все абсолютно, и, в общем-то, подобрать. Но на самом деле нужно какое-то чутье, наверное. Не только, потому что на эмоциях пишут, ну, кто-то до сих пор, но мне кажется, это начальная стадия. Потом начинаешь уже обдумывать, что, зачем, какое слово здесь лучше выразит твою мысль. И, ну, чтобы хорошо писать, нужно очень много читать, пытаться просто выкраплять эти слова интересные, мысли, и пытаться создать что-то свое, потому что за нами такая плеяда великих поэтов. Еще бы! Что здесь все так непросто. А мне вот кажется, что стихи, например, ни о себе писать нельзя. Вот ни о себе, ни о чем-то, ни о своих мыслях, переживаниях. Все равно что-то ты пережил, все равно что-то ты увидел, это твое. А какое-то такое далекое, мне кажется, взять и просто сесть, а можно по заказу сесть и написать? Я не знаю, как остальные наши участники поэтры, потому что бывали стихи, да, на тему, на заказ. Но я считаю их мертвыми. Это все равно что-то не там. Продукт такой, да, отработал, прочитал. Это как раз все технически происходит больше. Это, да, скорее, одноразовые продукты, то есть когда на какое-то мероприятие, да, на корпоративную свадьбу. Некий элемент соревнования какой-то, наверное, тоже. Ну, да, либо соревнования, либо просто для антуража, да, то есть для молодой пары, когда пишется стихотворение, да, на свадьбе он читается. Естественно, гостям нравится, молодым нравится, но, как бы, тем не менее, это вот, ну, одноразовое, да, то есть это не... Потом ты же его не будешь в день на стуле читать в клубе Чайковский со сцены. А, Ксения, вы тоже пишете, да, стихи? К сожалению, нет. Но, тем не менее, руководитель поэтри коллекшн Самара. Как так случилось? Мне просто очень нравится, ребята наши, очень нравится творчество. Где-то во мне, наверное, внутри есть жилка, да, и были попытки. То есть вообще никогда не писали? Были попытки, естественно, кто в 18 не пишет стихи, вот, были попытки, но я поняла, что все-таки организаторство для меня это... Больше, больше у меня это получается, поэтому, опять-таки, да, ребята творческие, с ними работать. Может быть, укусит. Да, вот. И начнете писать. Ну, мало ли вдруг, может быть, что-то произойдет в жизни. Удохновится нашей атмосферой. А кого больше все-таки мальчиков, девочек, вот, в вашем обществе? Кто у нас? Мне кажется, сначала было больше парней, однозначно, потому что, когда я пришла несколько лет назад туда, там, в общем-то, была только Ира Мишутина, и я появилась. Ну, и так вот, ну, приходящие, уходящие. Сейчас, по-моему, девчонки стали брать вверх, потому что... И задвигать парней. Семен Андреев, Ярослав Балакин, они устраивали свой конкурс, чтобы узнать, о чем пишет молодежь, найти людей, которые хотят быть споэтерами. Друзья, ну, о чем пишет молодежь, вы уже можете узнать 27 февраля в Чайковском. Приходите, свет, камера, мотор, правильно? Да. Стихи, камера, мотор, как хотите называйте. Ну, в общем, будет весело, интересно и очень, мне кажется, так, атмосферно. Вам спасибо, друзья, а вам до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин